Всем привет! С вами Би-Бой Робин из команды ТОП-9, город Санкт-Петербург, на базовом курсе проекта BreakAdvice. И на этом уроке мы с вами рассмотрим такое движение, как сикстеп. Это движение является одним из самых базовых движений в брейкинге, так сказать, фундамент футворка. Это движение, на мой взгляд, является отличным движением, на котором вы можете выработать форму своего футворка, потому что если ваш сикстеп будет выглядеть правильно, у вас по умолчанию уже будут выполнены те требования, которые необходимо выполнять для того, чтобы форма футворка имела классическую брейк-форму. Начинаем мы из этого положения, так называемые приседки, потому что самый простой go-down в брейкинге – это обычное приседание. Находясь в этом положении, вам необходимо соблюдать пару очень важных моментов, которые помогут вам выполнять это движение в классической брейк-форме. Во-первых, мы сидим на носочках, наши пятки не касаются пола, потому что если пятки касаются пола, спина автоматически округляется, вы приобретаете форму колобка, что является красивым на любителя, можно так сказать. Поэтому, находясь здесь, в этом положении, ваша спина будет прямая, что будет давать вам возможность балансировать, не ставя руки на пол. Теперь рассмотрим непосредственно сам по себе сикстеп. Первый шаг, он называется хук, само по себе отдельное движение. Мы делаем крюкообразное движение правой ногой и замираем здесь с одной рукой на полу. Обратите внимание, что правое колено очень плотно обнимает левый голеностоп. Нет никакого расстояния, все очень плотно. Делая второй шаг и отставляя левую ногу назад, мы ставим левую руку на пол. Теперь это будет единственный момент, когда обе руки будут находиться на полу. Мы отставляем на третий шаг правую ногу назад. Здесь прошу вас обратить внимание на то, что моя поясница находится ниже уровня плечевого пояса. Это очень важно для того, чтобы ваш футворк выглядел красиво, а не пошло, если так можно сказать. Также ваши пятки разведены в сторону, колени сведены внутрь и ноги согнуты практически под прямым углом. На мой взгляд, это один из самых важных моментов в футворке, для того, чтобы ваша форма была действительно классической. Возвращаемся к третьему шагу. Здесь на четвертом шаге мы отрываем правую руку, выводим левую ногу. Наше бедро смотрит в пол. Не вверх, а в пол. Мы разворачиваемся боком. Теперь делаем пятый шаг. Пятый шаг делается точно так же, как и первый. Теперь левое колено очень плотно обнимает правый голеностоп и на полу находится только левая рука. И теперь непосредственно шестой шаг, с которого все начиналось. Мы возвращаем левую ногу на исходную позицию и отрываем левую руку от пола. То есть вот в этом положении на шаг номер шесть вы находитесь на приседках без рук на полу. Теперь сделаем это медленно, подсчет, без пауз. Итак, раз, одна рука, два, две руки, три, две руки, четыре, одна рука, пять, одна рука, шесть, без рук. И все то же самое в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Если это сделать быстро, будет выглядеть это следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Также, на мой взгляд, одним из самых важных моментов в выработке вашей формы футворка является постановка ваших рук, когда вы делаете футворк. Самая распространенная ошибка это применение полной ладони, когда вы ставите руку полностью на пол. Это придает вашему футворку самый низкий уровень, потому что ваш таз опускается низко. Если вы поднимете руку на фаланге ваших пальцев, косточки, на которых образуются мозоли, вы автоматически приподнимаетесь немножко наверх. Есть более сложный уровень и более высокий уровень, когда вы делаете футворк на пальцах. Здесь ваш таз поднимается еще выше, но это просто физически тяжело. Если вы хотите делать футворк на самом сложном и самом высоком уровне, я советую вам сначала закрепить ваши пальцы. И одним из самых простых упражнений является классическая планка в упоре лежа. Делаем следующее. Настаиваем сначала на пяти пальцах, потом на четырех пальцах, на трех, на двух и на одном. Ну, самая распространенная форма футворка, когда вы делаете футворк на косточках, так называемых. Первый месяц может быть два. Если вы будете плотно тренировать футворк, вы будете ощущать неприятные ощущения здесь в этой области. Но потом это довольно быстро все набивается, нарабатывается и болевых ощущений уже никаких не будет. Мы с вами рассмотрели два простых базовых движения из футворка. Это свип и секстеп. Как только вы освоили эти движения по отдельности, я вам советую попробовать их совместить вместе. И освоив уже своеобразную связку свипа и секстепа, переходить на более сложные движения футворка. Субтитры создавал DimaTorzok